Служители закона, правды и справедливости. Прокуратура и адвокатура Беларуси означают сегодня 95-е годовое утворение. Креатив не только в эфире. В 10-й раз теле-радиоведущих из всей страны собрал фестиваль бел теле-радиокампании. Паркур, стритбол и битва диджеев. Гомель отзначил День молоди. На больнице град и до плюс 36 градусов спякоты. На двор я рыхтой сюрпрызы. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Беларуская прокуратура сегодня означает 95-й день народжения. Чтобы вспомнить их историю, отдать Данину поваге ветеранам и выказать подяку за поспехи девушим супрацовникам, в зале областного драмтеатра собрались представники ведомства. На урочистом мероприемстве побывали и наши корреспонденты. Розные формы прокурорской деятельности возникали еще в 16-м стаходе. Сучасная беларуская прокуратура свою историю отличилась с 26 червя 1922 года. В этот день было засновано положение прокурорским наглядам. А прострые месяцы президент Гомельского губернского выконкома принял решение в створении губернской прокуратуры. За годы менялась и структура ведомства, законы, а ли неизменным заставался обовязок самих прокурорам. Оховы законных правов, свободы граждан и борьба со злочинностью. Ну сколько? Две трети этого срока 95 лет отдал прокуратуре. Работал в Октябрьском, Светлогорском, Центральном области. Многие методы остались прежними. Молодежи желают любви, благополучия, всего самого доброго. Молодежь, нынче подавляющее большинство, работает с должной отдачей, защищает законные права и интересы граждан, государство. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, успехов на благо народа, на благо нашего Отечества. За последние 10 годов злочинность снизилась практически вдвое. За 20 годов в три раза меньше региструется забойство. Чтобы сохранить эти тенденции, упор делается на профилактику. Тем, кто носит свою вклад в эту работу, в святочный день уручили медали и грамоты, присвоили новые службовые звания. С успехами работников прокуратуры веншовали керавництва республиканского ведомства и представники улады. Сегодня знаменательная дата в истории прокуратуры. Нам 95. Поэтому сегодня, как вы видите, собрались различные поколения прокурорских работников. Поэтому мы сегодня хотим сказать слова благодарности всем тем, которые создавали историю прокуратуры. Ну и, конечно, будем напутствовать молодое поколение, чтобы в таком же духе работали, также защищали преданный закон, как делали это предыдущее поколение. Дарыша сегодня в Гомельской области працуют больше, как 200 прокуроров. На их плечах отказанность залез и тысяч людей, захование законности, безопасности и правопорадку. Причем выники их працы дозволяют нашему региону быть в леку лидеров по многих показчиках службовой деятельности. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Профессийные свята сегодня означают так само белорусские адвокаты. С этой нагоды в першине в нашей стране были присвоены звания «Гоноровый адвокат». Церемония в Знагороджении отбылась в Минске. Двух у Знагороду достойны представники нашего региона. Подсверждение высокого звания, нагрудный знак первой ступени отримала Нина Бабкова. Адвокат юридичной консультации Центрального района Гомеля. К этой профессии она отдала 44 годы. У своей семьи стала подчинальником династии. По ее следах так само пошли дочка, сын и внучка. Ее коллега с Чугуночного района Виктория Мялешка отримала звание гонорового адвоката и нагрудный знак другой ступени. Профессию обрала еще в детстве и за 45 годов об выборы ни разу не пошкодовала. За что люблю? Сказать, конечно, одним словом сложно, но я люблю людей в первую очередь. Если адвокат не любит людей, своих клиентов, он не состоится как адвокат. Поэтому мы должны помогать людям в любой ситуации, какой бы они ни казались. Даже самые-самые, которые, казалось бы, они уже потеряли все абсолютно в этой жизни, мы обязаны помогать. Я свою работу в какой-то мере сраудиваю с работой врачей. И своим ученикам, которых я учила работать в адвокатуре, я всегда говорила, что помните, к вам они приходят с душевной болью, а к врачам идут с физической болью. И надо принять меры все к тому, чтобы человек не ушел от вас со слезами, даже в том случае, если у него нет правовой позиции. Даже сегодня, в день народжения адвокатуры Беларуси, представители этой профессии проводят бесплатные юридические консультации для маломаемостных. Доброчинная акция проходит во всех адвокатских утворениях регионам. Скористаться махчимостью могут пенсионеры, студенты, инвалиды и вообще все люди, которые опынулись в тяжком финансовом становящей и имеют потребу в параде юриста. Пытания на тему пенсионного забеспечения разглядели подчас брифингу у Гомельскими горвыконками. У центра уваги выплаты гражданам, которые работали за мяжей. А сейчас Беларусь имеет международное погоднение уголения пенсионного забеспечения с 11 украинами. В среде их Российская Федерация, Украина, Молдова, Литва, Латвия. У ответственности с договором по Межроссийской Федерации и Республике Беларусь предугледжены два варианты. Первый по принципу пропорциональности. Когда за стаж набытый на территории Белого СССР, пенсию призначает и выплочивает Республика Беларусь. А за стаж после 13-го сакавика 1992-го Российская Федерация. Другий шлях по принципу гражданства. Когда за увесь стаж працы набытый на территории Белого СССР, Беларусь и России, назначает и выплочивает пенсию наша краина. Выбор варианта назначения заявляется кончатковым и перегляду не подлягая. Так само варто уличивает, что кожная держава назначает пенсию от поведности со своим законодавством. Хочу обратить внимание, что пенсионный возраст у нас разный с Российской Федерацией. Если у нас пенсионный возраст увеличился с 1 января 2017 года, то в Российской Федерации изменения не коснулись. И то есть российская часть пенсии уже может выплачиваться мужчинам по достижении 60 лет, женщинам по достижении 55 лет. Необходимо также помнить, что в настоящее время с января 2017 года требуется 16 лет страхового стажа. К страховому стажу относится, если просто сказать, это чистая работа с оплатой обязательных страховых взносов, с полным оформлением необходимых документов. И, как правило, гражданам рекомендуется работать в каких-то частных организациях, в общем-то, уточнять, уплачивают ли данные организации взносы в пенсионный фонд. Хотя сегодня это является обязательным. Подчас брифингу прогучало. Кожный особный выпадок треба разглядать индивидуально. За консультацией по пытаниях пенсийного забеспечения жихары могут звернуться по месту працы и в управление социальной обороны. Сегодня Международный день боротьбы со споживанием наркотиков и их незаконным оборотом. У Гомельска в области только БРСМ провела больше 50 мероприемств в рамках республиканской акции «Остярожна дорога у пекла». Место проведения оживленной кропки областного центра. Это Чигуночный вокзал, Центральный универмаг, Пляцовка для медицинского университета. Волонтеры, злеку навученцев и студентов раздавали буклеты антинаркотической тематики. Усяго больше, как 5 тысяч выданий утрапило до молодых людей, которые находятся в зоне риски. А кроме того, активисты БРСМ провели открытые диалоги в молодежном ассеродии и продемонстровали тематичные видеоролики. На минулых выходных под Минском Белтеля радиокампания собрала разом своих супрацовников из всех регионов Украины. Тут у десятый раз прошел фестиваль под названием «Пазаэфиром». Не глядяши на неприемные сюрпризы, которые подрихтовала на дворе, мероприемство отрималось яскравым. Не обошлось без премьер. На фестивале у першиню представили киноконкурс под обязанностью Александра Лупиненки. На несколько дней яны изменили студии на лес и палаточный городок. Команды у всех регионов приехали на фестиваль «Пазаэфиром», який что год ладить Белтеля радиокампания. Добрый настрой не сдолила сапсовать навод на дворе, якое забеспечило этот уикенд дождем. Усе удельники мкнулись поделиться позитивными эмоциями. Фестиваль «Мне эфира» – это встреча коллег, друзей, старатников, близких людей по духу. Поэтому, конечно же, самые положительные эмоции и самые приятные привкушения. Все у нас получится. Всем удачи, вперед! Конкурсная программа фестиваля распочалась с проставлений визитной картки и обороны лагера. Команды телерадоэкомпании «Гомель» – третий регион. На сцене показала ретроспективу лепших жартов за 10 годов, объединенную с хитами этих часов. А вось свой лагерь журналисты пероутворили у сокретный бункер и запросили журы до удела у экспериментах. Спортывную участку фестивалю склау байдарыш на квест. А вось новинкой гэта халета стал киноконкурс «Золотая шишка». Наша команда проставила аутарское кино. Как прошел обмен? Все прошло в спешке, помешали усмирители. Он закипел. Почти готов. Вот подкинь палок в огонь. Так дело пойдет куда лучше. Мы пошли, наверное, в такой раздел, как «Артхаус». И решили представить новый формат. Это краткометражки. Кто-то представил футуристическое будущее. Кто-то представил наше время. Но здесь мы все хотели показать, на что мы способны и как можно увлечь зрителя. Организаторы фестивалю поза эфиром отзначили высокий уровень подрахтовки всех команд. А так само творчий потенциал, який раскрылся у фестивальные дни. Когда мы отмечаем конец сезона, телевизионного и радииного, ну так условно говоря, он не совпадает с Новым годом. Новый год – это как раз рассвет сезона, середина сезона. И вот сейчас мы уходим в отпуска. Небольшие там, может быть, меньше месяца. Потом начинается новый сезон. Мы подводим итоги. Нам есть чем гордиться всем. И в Гомеле, и в других областях, и в Минске, и вообще Белтия радиокомпания. Мы свидетельствуем, что мы надежный товарищ и друг наших телезрителей, радиослушателей. По выниках конкурсных с поборницей у Пераможцы фестивалю стала команда телерадой компании «Брест». Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телерадой компания «Гомель», Минская в область. И на этом святочная тема не закрыта. Насыщенные эти выходные проходили и в Гомеле. Кубок по стритболе, паркуры, битва диджеев, концерт. Как Гомель означал День молоди, ведая Катярына Сапельникова. Спорт и музыка. Организаторы постарались уличить и включить в святочную программу головное захопление сучасной молоди. Когда Лядового палаца прошел городский кубок по стритболе и паркуры. Были организованы пляцовки для велосипедистов и ролеров. Регистрация на споборницах проходила загадя и сразу стала видовочна. В Гомеле сберутся аматеры экстрима с усею в области. Знаете, если я один тут был, я бы не сделал, например, несколько сальв. А так меня подбодрили друзья, люди, все прохожие. И я им за это очень сильно благодарен. А для тех, кто любит экстрим-выключный, как глядач, у вечера мотовыстава перетворилася у захопляльное шоу. Музычную частку свята открыл дитяшик ковербенд Леву. За имя на сцену вышли вядомые гамильчанам коллективы Дэк Дженниелс, Васаби Джаз и Ян Джанчак. Белорусский рок-музыкант, який брутальные песни дополняет игрой на скрипце. Белорусский рок-музык Тем часом Калягомельского цирка распочался інший музычный поединок. На битве диджею 12 молодым удельникам треба было сделать 20-ти хвилинный опен-эйр. Головная умова конкурса – три белорусские песни, один стиль выступления и умение якосно зводить стреки. С этим, лучше за всех, справился Артур Искандаран, який вядомый, як диджей Пагасян. Миновит Айон поеде на республиканский этап битвы диджею, який пройдет на славянском базаре. Гомель уже дважды становился победителем битвы диджеев на славянском базаре. И в Гомеле всегда, наверное, самый большой интерес вот к этому соревнованию диджеев. Тем часом диджей Даня с Минску стал специальным гостем на пляцов цыколя лядового палаца. Концертно-забавляльный марафон протягивался до 22-х годин. Кульминацией программы стало выступлением дельника Евробашиня-2014 Тео. День молодежи, пожалуй, уже такой студенческий период. И в этот период я уже вплотную концертировал, поскольку я работал в оркестре Михаила Финберга, начиная с первого курса колледжа, потом уже университета. Поэтому, собственно, вот эта вот молодость, так ее назовем, она прошла в оркестре. И поэтому мы корресили по всей стране, не только в стране, мы уезжали за рубеж. И, безусловно, День молодежи, это был очередной праздник. Это был очередной праздник, когда ты находишься на сцене и даришь свое настроение людям. Катярына Сопельникова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. В Ельском районе прошли областные споборницы профессийного мастерства «Лесоруб-2017». За перемогу у особистым и командным залику взмогались лепшие представники лесной голены региона. За упартыми и напруженными баталиями садшил наш корреспондент Дмитрий Котов. Лесная отрасль региона динамично развивается. Об этом свидетельствуют цифры. Буквально за пять лет увеличился объем лесозаготовок с полутора миллионов кубометров в год до трех. За подобными достижениями всегда стоит труд простых работников. В их профессионализме сомневаться никогда не приходилось. Лучших из лучших традиционно определяют на областных соревнованиях. Участвует 21 лесхоз в Гомельской области. Это все лучшие представители своих профессий. Значит, здесь участвуют у нас вальщики леса, операторы многооперационных лесозадавительных машин. Это имеется в виду хорвестер и фарвардер. Это такая, скажем, прогрессивная на сегодняшний день техника, которая выполняет до 50% всего комплекса работ по лесозаготовкам. Также участвуют операторы, водители ассортиментовоза. Соревнования профессионального мастерства среди работников лесной отрасли и региона по праву можно назвать эффектным зрелищем. И не случайно возле стендов, где проходят яркие баталии, так много болельщиков. Когда еще можно увидеть, как оператор гидроманипулятора собирает на время срубы домов, либо строит пирамиду. А машинист фарвардера демонстрирует свое умение маневрировать такой крупногабаритной техникой. Порадовали и вальщики леса. Своё мастерство в обращении с бензопилой показывали как в эстафете на городском стадионе, так и в живописном месте Ремезовского лесничества. К слову, на его подготовку ушло около месяца. Провели вырубку лесосеки и уборку, поставили ограждение. Ограждена безопасная зона в радиусе 50 метров, которая является двойной высотой дерева. Нанесены ограждения для недопущения захода людей в зону Валки. Борьба на областных соревнованиях разыгралась нешуточная. Здесь все, как в большом спорте. Спортивный азарт и буря эмоций. Уступать никто не желал. Каждый приехал сюда исключительно за победой. На мой взгляд, соревнования проходят очень хорошо. Подготовка хорошая. Материальная база тоже хорошая. Судейство отличается тоже в этом году хорошее. Участники сильные. Организация мне очень здесь понравилась. Я впервые здесь в Нью-Йорк. Как бы все хорошо, отлично. Все нравится. Организаторы областных соревнований «Лесоруб-2017» ставят несколько задач. И это не только выявление лучших мастеров своего дела. Это соревнования, но в первую очередь это повышение профессионального мастерства. Есть участники, которые постоянно занимают призовые места. И понятно, пришла молодежь, которая смотрит на них и тоже хочет уже завоевать призовые места. Это обучение. Ну и в основном это для того, чтобы все-таки при работе в лесу не допустить никаких травм. Вот это основное, для чего эти соревнования проводятся. На торжественной церемонии закрытия были отмечены как отдельные участники, так и их команды. Общекомандное третье место у Мозырского лесхоза. Серебро у Гомельчан победителем, как и несколько предыдущих лет, стала команда Рогачевского лесхоза. А ее участник Дмитрий Роговский признан лучшим по количеству индивидуальных наград. Мы готовимся постоянно. Мы уже не первый раз побеждаем. Мы проработали в лесу некоторые больше 10 лет. И вот этот пьедестал мы последних лет 5 удерживаем на первых местах всегда постоянно. Человеку важно найти свое место в жизни и заниматься любимым делом. С этой задачей участники областных соревнований «Лесоруб-2017» безусловно справились. Не каждый смог выступить так, как хотел бы. Но главное – сохранять желание достигать вершин профессионального мастерства и продолжать трудиться на благо развития лесной отрасли региона. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район. И на приканце выпуску коротко про надворье. Тыдень обещает дождь и на вольнице. И это еще не галунные сюрпризы небесной канцеляры. По информации областного гидромедцентра, ближайшие ночи на большей части территории региона прогнозуются опадки. Чекается до 14 градусов в ночи и до 25 в день. У Сираду обыдется без дождей. Поветро прогреется до плюс 30. Оранжевые узровы небеспеки объявлены в регионе 29 червеня. На большей части территории чекается повышение температуры поветра до 30-34 градусов. У особных районах по поводни до плюс 36. У многих районах прогнозуется узмацнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Короткочасовые дожжи на вольнице на Вадоград махчимы у пятницу 30 червеня. Слубки термометров покажут до плюс 34. Крыхуз падет с 5 года на выходных. По попередних прогнозах и в субботу и в неделю будут греметь на вольнице. Гэты инши новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин. З новинами спорту вас познайомить Максим Кişим. Продолжение следует...